друзья привет с вами компания сферокар меня зовут никита и сегодня покажу вам идеальное решение рабочей лошадки для большого города nissan nv100 клиппер автомобиль действительно два в одном это и кей-кар потому что объем двигателя него 07 кубиков и практичный грузопассажирский микроавтобус автомобиль выпускается на базе suzuki everi это в принципе он же и есть то есть технология оем suzuki поставляют автомобили на завод nissan и nissan их выпускает под своими лейбами в японии такая штука на самом деле очень распространена есть много подобных примеров сегодня в общем поговорим о вот такого рода автомобилях потому что транспорт очень популярный на нашем канале это первый подобный автомобиль вспоминаем модели какие можно привозить поговорим о том на каких платформах они стоят чего их ждет и что вообще можно приобрести для бизнеса для грузоперевозок если вы живете большом городе и да друзья для чего же был придуман вообще подобный тип автомобилей во-первых это кей-кар это и экономия и экономия свободного места так скажем да если это можно назвать экономией то есть в те места куда пролазит эта малышка не один здоровенный хайс караван кто там еще у нас из грузопассажиров до nv200 его старший товарищ не пролезут плюс по японии есть такие районы куда на больших машинах вообще нельзя заезжать то есть в плане экологии да у кейкаров идут свои желтые номера и они имеют пропуск туда куда большим машинам проезжать нельзя поэтому эта штука идеальное решение если вам нужно ворваться прям внутрь рынка выгрузить свое молоко на продажу или козу пожалуйста моделей подобного рода очень много и они все примерно одинаковые все идут с моторами 066 07 есть daihatsu хайджеты есть nissan nv100 suzuki everi mitsubishi minicap mitsubishi minicap аймиев это вообще очень интересная машина на электромоторе то есть есть просто аймиев есть вот в таком же кузове аймиев и очень многие гоняются по японии за такими машинами на аукционах если стоишь лицом к этому автомобилю и немножко вот так вот прыгнуться даже пропадает ощущение того что это кейкар машина достаточно высокая ну и выглядит массивно вот это вот практически плоская морда хотя у машины есть капот если говорить о визуале это автомобиль за как обычный кейкар коробчонка и коробчонка друзья в профиль ну никто и не ждал конечно супер дизайн от этого автомобиля но выглядит отлично то есть эта машина на которой реально ехать не стыдно чем бы вы там не занимались очень классно что есть вот такая система сливов не в том плане что до вода не будет затекать и в принципе зачем здесь ветровики то можно сказать я не об этом о том что за вот эти сливы цепляются различные системы багажные то есть можно поставить багажник можно поставить пенал и если у вас что-то не влазит салон можно еще грузить на крышу сзади у нас тоже огромнейшая дверь очень массивная легко открываешься 350 килограмм берет на себя автомобиль но я уверен что в россии все 600 будут грузить и уверяю вас он будет справляться огромнейший у нас здесь проем то есть можно грузить прям реально но стиральной машины смело да еще бы немножко пониже бы сделали до дверь чтобы это но у нас тогда пожертвовали бы местом для запасного колеса которая здесь есть поскольку этот автомобиль у нас все-таки в первую очередь практичный втором уже стильный и комфортный но это мы еще выясним насколько он комфортный то естественно здесь можно сложить сидушку полностью можно вперед опустить если у нас там ничего не мешалось и вы получаете ну прям нормальный грузопассажирский это что грузопассажирский а прям полноценный грузовой фургон и место действительно предостаточно вот хватит ли мотора 0 6 кубиков чтобы тащить вот эту штуку забитой или это действительно будет чипсовоз с двух сторон сдвижные двери тоже очень классно очень практично сейчас в принципе во всех японских минивэнах уже до двери двух сторон раньше почему-то делали только с одной стороны для высадки пассажиров то есть соответственно с левой в россии было не особенно удобно как на моем бухловозе например для здесь у нас прячется домкрат и если открыть вот эту крышку то возникают вопросы почему вот эта вот вся полка она внутри абсолютно пустая то есть первое на первый взгляд это нерациональное использование свободного места при том что машина должна быть максимально практичной но если чуть-чуть подумать мы понимаем что эта полка сделана для того чтобы сгладить вот эту вот разницу по высоте и убрать арки внутри салона чтобы можно было грузить реально большие вещи негабаритные у вас эти арки не мешались получается большая ровная площадка кстати говоря есть комплектации не то чтобы прям пассажирские но есть версии dx до у которых идет две раздельных сидушки сзади более комфортные с подголовниками высокими то есть прям по кайфу друзья у нас вот такая шторка отделяет салон грубо говоря от кабины если так можно развиться в общем заднюю часть от передней шторка это по моему хендмейт но тем не менее в обычных версиях у вас все равно есть вот такая гординка за которую можно зацепить некоторых еще стоит вот такая распорка здесь ее тоже нету часто встречается в нв-200 старшем товарищи вот этой малышки нормально для работы отлично пойдем посмотрим что у нее под капотом капот чисто символическая штука в этом автомобиле ну и сразу же не типично когда мы говорим капот да мы имеем ввиду вот такую штуку куда на поставить кочергу да либо газ лист есть здесь капот у нас в высоту то есть его торец выше чем его длина ну вы поняли да то есть он закрылка какая-то от самолета да собственно что здесь хотел найти а ничего здесь нет здесь у нас бачок тормозной жидкости бачок охлаждающей жидкости и соответственно бачок омывающей жидкости отсюда же у нас заправляется фреон систему кондиционирования все больше здесь сделать нечего потому что капот у нас вот здесь на самом деле ну это тоже я даже не угадал наверняка нам понадобится открыть вторую половинку мотор r06 а объемом 660 кубиков точно тот же самый мотор как стоит у нас на всех кейкарах от suzuki на мувах на альта на хаслере и так далее то есть технология полностью сузуковская во всех кейкарах она себя шикарно оправдала поэтому без вопросов японцы сюда ее и засунули ну в принципе выбора то у них особо и не было работает мотор в паре конкретно в этом варианте у нас роботизированная коробка rkpp пятиступенчатая с возможностью переключать вручную соответственно есть версии на четырехступом автомате не сказал про турбо версии точно так же как и все r06 они бывают и turbo уме 64 вместо 49 лошадей вы получаете точно также в паре с любой трансмиссии можете выбрать и соответственно полный либо задний привод то есть самая топовая версия у нас будет турбовая полноприводная пожалуйста вот сегодняшний у нас автомобиль заднеприводный и предлагаю вам познакомиться с салоном а салон у нас принципе есть потому что когда обозреваешь подобные автомобили вообще не заморачиваешься по салон по всяким штукам но здесь какой-никакой но все-таки он даже сделан немножко даже немножко стильно я вам скажу у нас много всяких полочек у нас самая простая система управления климат-контролем если его можно так назвать до 2 крутилки 3 щеколды две кнопочки посмотрите какой классный мафон самый простой японцы поставили сюда лишь бы чтобы был я думаю вообще в максимально лайтовых версиях у вас будет только одна вот эта колонка которая внутри самого магнитофона и все и японцам этого хватает потому что это снижает а цену а во вторых машин для работы вообще пофигу вот самое простое информативное у нас табло показывает передачу есть возможность выбирать механическое переключение передать при том что она прям слышно как коробка но первые две передачи щелкает даже на стоя на месте вот да и все тут больше сказать нечего а ну кроме одного я первый раз когда сел думаю что за фигня почему так сильно давит потолок на голову а козет не потолок потому что у нас есть вот такая шикарная полка а потолок здесь ого-го так что если вы двухметровый то вы эту полку наверное снимите и места у вас останется предостаточно но для хранения документов для хранения всякой ерунды до которая будет вам наверняка на голову периодически подвесли огромными стопками будете грузить полка идеально у нас две подушки безопасности самой стоковой версии да и все больше сказать нечего немало немного практично дешево все как нужно самое интересное что эти автомобиль бывают на всяких разных платформ точнее на платформе этих автомобиль вот различные установки хайджет встречаются вообще грузовики даже самосвалы я например когда-то привозил вот такой автомобиль nissan clipper сзади была ревка если вы живете в солнечном городе улыбчивых людей хорошими дорогами то версия на заднем приводе вам подходит отлично но если у вас есть хоть какие-то намеки на езду по внедорожью либо может быть у вас зимой идет снег как нормальных зимах я имею ввиду берите версию на полном приводе вот для этой машины переплата решит много проблем а разница там примерно 50 тысяч рублей но мы хотели изначально снять на пляже этот автомобильчик возле моря заехали в песочек даже не то что заехали мы просто съехали на песчаную дорогу и застряли колеса у нас 12 радиуса и малейший намек на дорожье эту машину просто выводит из себя все мы хотели бы снять это но не смогли потому что мы толкали собственно вернемся к трассе вполне себе бодренько она набирает у нас не турбовая версия обычная и вот это как раз таки тот случай когда я бы не стал переплачивать за турбину потому что пустой автомобиль скорость набирает у нас отлично при том что для кейкара 100 километров в час очень нещутимо быстро набирается и вполне себе комфортно ощущать я думаю что даже если вы загрузите сюда 30 350 килограмм как по мануалу то два человека в машине и полностью загруженных грузов я думаю что она потянет в наши владивостокские горки так точно поэтому классно . можно брать сегодняшний автомобиль у нас представлен в классическом самом распространенном цвете это белый акрил как и все коммерческие автомобили одежки про боксы вот такого рода фургончики все идут белые потому что это самый простой самый дешевый соответственно цвет из расчета минимум люкса минимум комфорта максимум практичности и экономии но тем не менее по цветам у вас выбор все-таки есть можете взять серебре можете взять синюю встречаются по моему даже черные и желтые на аукционах в общем выбор есть выбор есть всегда цены друзья самый старт на вот таких малышек от 360 тысяч рублей конкретно вот этот вариант обошелся нам в 460 тысяч рублей это 2017 год и пробег чуть-чуть больше сотен если вы хотите версию на полном приводе то от 400 тысяч рублей можно рассматривать самый старт вообще за вот такие машины и соответственно самая желанная турбовой версии точно также там 450 плюс можно выбирать помимо этих машин вы также можете рассматривать да и хатсу хайджеты на базе которых есть и самосвалы и грузовики и бортовики и автобусы и пассажиры и так далее suzuki everi honda акти в общем хейкаров для работы в японии очень и очень много если хотите чуть-чуть побольше машину по практичнее посмотрите mazda bongo либо nissan ванет либо старший брат вот этой малышки nissan nv 200 от 750 тысяч рублей вполне можно рассматривать мотором 16 на переднем приводе кстати говоря в 18 году проходными становятся и полноприводные нвшки так что звоните обращайтесь в общем хороший автомобиль в японии найдется для каждого подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля доставки